Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, нам предложено прочтение зачала Евангелия от Луки. Зачало о дочери Иаира. Как вам известно уже, Иисус направлялся к нему, чтобы исцелить его дочь. Поскольку Иаир сильно его просил об этом. Действительно, болезни и смерть детей – это весьма трудно переживаемое состояние. Не только для родителей, это очевидно, но даже и для окружающих. И вот Иисус движется вместе с народом, который пришел к нему, чтобы услышать слово жизни из его уст. И тут происходит следующее. Среди людей присутствующих есть женщина, которая мучается болезнью очень долго. Она ей все свое имущество раздала, чтобы получить какое-то облегчение от врачей. Но никто не смог ее вылечить. И, как сказано в Писании, она подошла сзади к Иисусу и прикоснулась к Ему. Прямо вот так прикоснулась. Может быть, рукой, да. Может быть, плечом. Может, как-то еще. Но так, что он остановился и спросил, кто прикоснулся ко мне. И Петр спрашивает его, учитель, ты стоишь в странные вопросы. Вокруг тебя столько народу, и ты заостряешься на этом моменте вниманием. Может быть, нам продолжить свой путь? Там этого не написано, но как бы это продолжается, да? Почему бы нам не пойти дальше? И тут Иисус говорит, что я чувствую, как сила из меня вышла. То есть, это прикосновение было непростым. Оно смогло отнять у него часть сил. Вот такое прикосновение с верой, да? И женщина, видя, что ей не утаиться, подошла и объявила о том, что с ней произошло. О своей болезни, о том, как она почувствовала исцеление, когда прикоснулась к ней. Я вот чувствую, да, что вот в этот момент, да, между строками нависло вот осуждение человеческое. Как она посмела прикоснуться к нему? Кто она такая? Это наш учитель. Он нас ведет, да? Откуда она взялась, да? Вот так люди обычно реагируют. Налетают, как вороны, да, на кусок хлеба, и начинают его клевать. Осуждение. А Иисус напротив говорит, Терзай! Твоя вера спасла тебя. Вот он я, прикасайтесь. Но у кого есть вера из вас? Как у нее? Вот он я, да? Но нету веры. И нет верстновения. А у нее есть. И поэтому не осуждается она. Хоть и кровоточивая. Да что вообще значит кровотечение, да, в плане чистоты? Кто-то задумался над этим? Ведь это сделает целый путь. Кровоточивая нельзя, а это кровоточивая нельзя, а это кровоточивая нельзя. Кто-то задумался над истинным причинами, почему нельзя. А это очень серьезный вопрос. Потому что иудеи сделали из этого целый путь. Культ не любви к Богу, да? А какой-то измышленный культ. И мысли за ними тоже повторили. Ну, нам это зачтется послушание, надеюсь. А истинные причины, увы, никто не объявит. Чем же так опасно кровоточивая женщина? Да, конечно, как и от нее исходит угроза. Может, она подобно змея сбрасывает изнутри шкуру и становится новой змеей, да? Что ж не такое происходит в этот момент? Ну, мы идем дальше за Иисусом. И он приходит к Гаиру. Берет с собой трех учеников. Входят они. И он убеждает их, что она не умерла, но спит. Просто спит. Окружающие не верят. Окружающие слишком взрослые, чтобы поверить. Это дети могут поверить. Ребенку скажут что-нибудь, он... Ну, как сказать, да? Если он не испорчен, он не будет что-то измышлять в своей голове обратно. Но взрослые не верят на основу. И поэтому Иисус их просто выставляет за дверью все. Зачем они здесь? Если в них даже нет веры. Когда только что чудо произошло. По дороге. И, как сказано, взяв ее за руку, он ее оживляет. Так же, как пророк однажды исцелил отрога, который страдал головной болью, а потом умер. Он распростерся на него и вернул ему дух. Так и Иисус тоже. Взяв ее за руку, вернул еду. Вопрос не о биологической смерти. Вопрос гораздо больше. Вопрос в том, что человек не имеет смерти. И оживить его не так уж, оказывается, и сложно. Только вся борьба-то не за биологию. Конкретно этот человек, биологический, скажем так, организм надо оживить. Нет. У человека есть гораздо большая сущность, чем у самого. С точки зрения биологии. Дух. И вот дух бессмертный. И дух этой личности. А у нас принято как-то не обращать на это внимания. На то, что у человека есть большее, чем мы можем вместить своим разумом. Однажды архангел Михаил задал вопрос. Судя по тому, что пишут, да, об этом случае. Кто я как Бог? И Бог ответил. Человек. Человек. Потому что Бог сам захотел создать себе подобного. И создал. И с тех пор многое изменилось в этом мире. Многое изменилось. Но, к сожалению, человек часто не подозревает о том, кто он есть на самом деле. И в этом большая трагедия. В роду человечества. Аминь. Аминь.